Если мы признаем, что это болезнь, как мы можем больного родственника взять и бросить? Нельзя просто взять и выбросить родственника на помойку. Человек должен прийти к пониманию, что у него, а, есть проблема, б, эта проблема для него опасна, жизненно, смертельно опасна и жизненно важно с этим что-то делать, и в, он сам бессилен с этим что-то делать. Конечно же, сказать родственнику зависимого, бегите от зависимого и у вас все наладится, это тоже чушь, потому что проблема не в этом, проблема в нем. А значит, главное и приоритетное заняться собой. Что такое родственнику зависимого предложить, приложить все усилия, чтобы спасти зависимого? Это налить ему рюмку. Какую рюмку? Это я щекотки подарить алкоголь. Вот что это такое. Ты сказала про нарколога, который сказал, да надо как бы от него уходить, от зависимого, потому что ничего там толкового из этого не будет, тем более там какое-то насилие, вот, и никогда там ничего не изменится. И он ведь прав. Он прав, потому что действительно от этого надо уходить. И надо иметь в виду, что глупо думать, что он изменится, и из-за этого терпеть нечто, что меня разрушает. Глупо. Может он и изменится, но глупо вот это навязывать. Навязывать объективные реальности, навязывать свое какое-то желание. Ну, это как раз приводит к разочарованию, разрушению. И вот в этом смысле он прав. То, что уйти надо, это тоже правильно. Тут другое дело, что уйти надо от болезни. И тогда это такой более широкий спектр индивидуальных ситуаций. Надо уйти от болезни. А как это будет выглядеть на деле? Что, насколько я буду далеко от конкретно от этого человека, географически и физически, вот это как бы вопрос уже индивидуальный. Я буду за дверью, в соседней комнате, или в другой квартире, или в другом городе. Я буду с ним в браке, или я буду с ним вне брака. Вот это уже все как бы индивидуально решилось. Но в принципе все правильно. От него надо уйти. От этого, от этой болезни, от того, что меня разрушает, надо уйти. Это абсолютно верно. Потому что очень нездоровой является концепция, что я вот вдруг обнаружил, что в моем чае я заваривал пакетики, оказалось, что в этих пакетиках стряхни, но я продолжаю его пить. Она же нездоровая. Здесь то же самое. Я обнаружил, что есть нечто, что разрушает меня и мою жизнь. Почему я с этим должен жить? Ну, зачем мне пускать это в свою жизнь? Здесь начинаются идеи о том, что потому что я его могу спасти. А это как раз та самая идея, которая говорит мне. Он изменится. Да с какого? Перепутыв. Ну, почему так-то? С чего вдруг он изменится? Здесь единственный повод остаться, он болезненный. Он называется созависимый. То есть, я такая, я так буду себя вести, и я такие инструменты буду применять, я такие действия буду предпринимать, что я его изменю. Вот это, это созависимость. В этом нет ничего здорового. Это ненормально. Ненормально, вот, полагаться на такую идею, что я вот это все приткнул, я такие акафисты, не знаю, буду читать, или такие мантры буду читать, или отнесу водку к бабушке, она ее заговорит, вот, или там буду такие таблетки ему подсыпать, что значит, что он изменится, ну, или так себя буду вести, что он изменится. Это все нездоровые. К тому же, они насильственны. Как и вся вот эта, весь этот симптомокомплекс, там, синдром, или как хотите, там, эта созависимость, она насильственна. Я, главная идея, это насильно изменить мир, окружающий объективную реальность, в том числе, там, другого человека. Поэтому, а нету поводов здоровых, чтобы оставаться. Когда говорят про семью, по всей видимости, не понимают, кто такой зависимый, что такое зависимость. Потому что никакой семьи там нет. С алкоголиком и наркоманом это фактически невозможно. Этого не существует. Потому что эмоционально он изолирован, эмоционально отстранен, он сосредоточен на объекте зависимости, на образе жизнезависимости. А все, что касается интимной связи, то, что называется в Библии, он разрушает систематически, предпринимает определенные действия, поступки, поведение, разрушающие. Поэтому здесь большая иллюзия, когда говорят про семью. Но самое это, в этом смысле, печальное, что это не просто тоже какая-то точка, какое-то место, где это произошло и все. Это век. То есть, когда мы говорим про зависимого, мы еще и понимаем, что это прогрессирующее, проградиентное заболевание. То есть, он находится именно на векторе, который с усиливающейся мощью разрушает все то, что, в принципе, было семьей. Может быть, на каком-то этапе, с зачатком семьи и так далее. Поэтому это большая иллюзия. А иллюзия, что я это изменю, я это спасу без его участия, то есть я сам и сама своими силами, это иллюзия созависимости. Это нездоровая концепция. Что можно сделать на пользу этому? Это заняться собой. Потому что, да, как я говорил, человек, вступивший в эти отношения, он явно имеет в себе некоторый комплекс проблем. И вот заняться этими своими проблемами можно, и это дает шансы вот этой семейной системе выжить и быть полезной и зависимой. Если мы, правда, не только про мужа или же ему говорим, или про детей, то есть всей этой системе выжить. Заняться собой. Но для того, чтобы заняться собой, надо отделиться от этой болезни. Особенно, если мы говорим про родственника зависимых. Ведь дело в том, что основная болезненность, основная увлеченность, основные какие-то обсессивно-компульсивные факторы, какие-то паттерны, которые, вот, и триггеры, которые ведут к срывам, вот именно к болезни, не знаю, в общем, это можно назвать запоем, да, для родственника зависимого, это взаимоотношения, вот эти токсичные взаимоотношения с этим зависимым. Так как, оставаясь в пьяной платхате, человек может выздоравливать от алкоголизма. Поэтому получается, что все-таки отделиться от болезни очень надо. Очень надо отделиться от болезни, а значит, в какой-то мере отделиться от самого зависимого, то есть перестать с ним вот в эти игры играть и в этих отношениях находиться. С другой стороны, когда говорят, то есть я почему все это, да, потому что я с этим наркологом согласен. с другой стороны, когда говорят, да брось ты его, вали от него, он тебя разрушит. Тут неправда в чем кроется, что раз человек вступил с зависимым в отношения, или раз в этой семье вырос зависимый, да, то его мама и папа, они несут в себе дисфункцию-то, как ее ни назови, вот, они в себе-то эту дисфункцию несут. И если, скажем, жена алкоголика убежала от алкоголика, то она-то от этого не изменилась. Она как была, вот в этом смысле проблемной, да, болящей, она так и осталась ей. И почему, на каком основании, каким таким странным образом она следующее отношение почему-то выстроит нормальное, или своим детям что-то здоровое принесет. Ну, вся практика показывает, что нет, не принесет. И нет, не вступит в нормальные отношения. И вообще ничего нормального с ней практически не будет. Хотя я встречал людей, которые разрывали отношения, и потом мне говорили, слушайте, вот мне как бы это все уже вообще не надо. Я 10 лет как бы назад разорвала эти отношения. И слава богу, я теперь такая счастливая, я реализовалась, то-се. И бах, оп, оказалась внутривенным наркоманом в отношении. Ой, как так получилось-то? Это что ж такое случилось-то? Да ничего, все, что было, то и есть. И все эти 10 лет была просто иллюзия. что все нормально, что проблема была в наркомании. Вот что случилось, да? И там, слушайте, у меня никаких с этим проблем, сам себя всякими этими созависимостями и так далее нет. у меня вот как бы да, у меня мыли два мужа, от них у меня дети от обоих, они оба были зависимые, но слава богу, это уже все давно закончилось. Говорит мне женщина, которая вступила в отношения с реабилитантом, который с ее дочкой лежал в одном реабилитационном центре. Абсолютно уверена, что у нее все нормально с головой, все вообще в порядке, вообще все классно, вот, жизнь наладилась. То есть, и это я какие-то яркие там случаи привожу, на самом деле их вот дофига. Сколько психологов приходило в наш проект и говорили, ой, там сидели за партнерами, позвольте, позвольте, но здесь, если мы это, то есть, ой, нет, вы знаете, мне вот это не очень интересно, то есть, а спустя полтора-два года, ой, Денис Евгеньевич, вы знаете, оказался у меня сын наркоман, а я вот не знал, ну да, у меня первый, и второй мужа, алкоголики и так далее. Это как бы история, вся практика показывает, что это так, что человек все равно потащит с собой все это, куда бы он ни шел, какими бы психологиями ни занимался, каким бы там супергештальтистом он ни становился и так далее. Вот, поэтому, конечно же, сказать родственнику зависимого, бегите от зависимого и у вас все наладится, это тоже чушь, потому что проблема не в этом, проблема в нем. А значит, главное и приоритетное заняться собой. Те, кто говорят, что какое там нафиг дно, что значит ждать там его дна, вот, или там, что значит бросить его и убежать от него, так же нельзя, вот, надо помогать, они тоже правы, потому что, это же правильно, мы признаем, что у человека болезнь, синдром, не там, не как про созависимость, да, там, вроде болезни, может, и болезнь, там, чего-то, туда-сюда, а уж тут вообще как бы факт понятный, да, больше того, болезнь, которую он не приобрел от того, что стал бухать или наркотики употребил, болезнь, не связанная со слабохарактерностью и слабовольностью, а настоящий синдром, который вызван патологиями мозга, вот, перед которой человек был бессилен, даже перед развитием симптоматики этой болезни, во многом тоже был бессилен, и бессилен с ней справиться, то есть даже поняв и приняв, что у него болезнь, он бессилен с этой болезнью, своими силами справиться, но так если мы признаем, что это болезнь, как мы можем больного родственника взять и бросить, поэтому они тоже совершенно правы, нельзя просто взять и выбросить родственника на помощь, нельзя просто взять и сказать, что, о, слушай, вот это воняет, вот это от тебя, вот давай, мне это не нравится, как это тебя воняет, давай-ка ты иди отсюда, это все-таки близкий человек, во-первых, так вообще с людьми нельзя расковаривать, вот, я имею в виду, вообще в принципе, люди людям должны помогать, вот, а во-вторых, это вообще близкий человек, и когда в семье болеет человек, будь то там инсульт, диабет, инвалидность, еще что-то, вся семья несколько перестраивается, переструктурируется под то, чтобы этому человеку помочь, но согласитесь, что если у человека случилась какая-то инвалидность, там, спасибо, что-то с позвоночником, там, с ногами, и, значит, у него затруднения, там, с тем, чтобы ходить, но, у него есть возможность научиться ходить, пусть несовершенно, пусть не совсем там правильно, пусть может быть с подпорками, и так далее, а его семья усадит его в инвалидное кресло, или уложит его на постель, и не даст ему оттуда встать, потому что будет его кормить, поить, и как бы он будет говорить, да, я не хочу, я, слушайте, вот сегодня там вставать, вот это ноги там разминать, да, я сегодня полежу, ну вот, прошел год, да, я еще полежу, как бы, да, и родственники, ну ладно, имеет же право, ну что, как бы, они его помят и поют, то вот здесь они уже будут действовать во вред, они не будут ему помогать, потому что в какой-то момент, и так или иначе, должны предпринять меры по тому, чтобы замотивировать его на то, чтобы он стал, заставить не могут, не могут они его заставить, но замотивировать могут, они должны с ним разговаривать, конечно должны, мы же все люди, мы любящие, мы как-то, ну в общем-то у нас, для этого есть язык, да, для этого есть отношения, мы должны сказать, Вась, слушай, ну тебе врач сказал, что нужно разминать ноги, ты лежишь неделю, ты не встаешь, ты понимаешь, что ты просто останешься без ног в итоге, вот, а если он забил, то тогда уже какие-то, предпринять какие-то интервенции, например, сказать, знаешь, что дружище, вот, кушать-то ты хочешь, вот, и обед-то готов, очень вкусный порч, вот он на кухне, на столе стоит, вот туда, значит, иди, как хочешь, и там его и ешь, ну, например, совершать какие-то продуманные действия, он же может в ответ на это сказать, сволочи, гады, голодом меня морите, начать что-то манипулировать, но здравые люди трезвые, они понимают, что это ему болезненная манипуляция, у него такое состояние, но я понимаю, что им вредно, если я ему тут борщ сраной принесу, и они его так не делают, да, то есть мы, поэтому никто никогда не говорит, что зависимого надо просто бросить, нет, с ним надо разговаривать, с ним надо контактировать, не надо закрывать от него дверь, выгонять его, или убегать от него в срочном порядке, пока не происходит чего-то разрушительного, то есть с ним надо взаимодействовать в той мере, в которой можно, но когда начинается как бы разрушение, когда начинается то, что дома дети, детей бьют, детей уродуют, значит, какое имеет право мать детей, оставлять их в условиях причинения им такого ущерба, который на всю жизнь потом отзовется, какое она даже имеет право разрушать себя, если он ударил, побил, совершенно точно известно, что никогда насилие семейное не заканчивается само по себе, как бы он ни обещал то все, но если этот человек не выздоравливающий, то оно повторится и будет повторяться, и будет нарастать, совершенно понятно, поэтому муж ударил жену, там избил жену, ей, например, можно совершенно смело и однозначно сказать, нехер там где, в этом месте, в этих отношениях, уходи оттуда, можно вполне сказать, вот, ну, лучше не брать на себя ответственность за ее жизнь, и не так сказать, подвести ее к этому, чтобы она приняла такое решение, но это вполне нормально, то есть, вот здесь есть вот эта вещь, когда начинается, мое присутствие там, в этих отношениях, разрушает меня, одно дело, когда эта задача, человек с болезнью какой-то, находящийся у меня дома, это мой духовный рост, я могу служить человеку, я могу налаживать, учиться отношения с тем, с кем тяжело налаживать отношения, это для меня рост, я могу искать и выбирать, что полезное я делаю, а что не полезное, это мой рост, но если я, значит, просто в этих отношениях сижу, все подряд делаю, меня это разрушает, его это разрушает, мое пособничество этому, вот, тоже, ну, обеспечивает, собственно говоря, дальнейшие эти разрушения, то, конечно, там нечего делать, поэтому и те, и те правы, с одной стороны, абсолютно понятно, что близким, родным надо помогать, людям вообще надо, помогать, и зависимому, в том числе, нужно помогать, нужно быть готовым помочь, его нужно любить, а не выбрасывать, помочь. С другой стороны, совершенно понятно, что если происходит, за мой счет, разрушение его, и мои разрушения, то из этих отношений надо уходить. поэтому мы говорим, и, наверное, лучше даже так сказать, надо уходить из зависимости, от зависимости, а вот уходить ли при этом от зависимого, это надо решать всегда индивидуально, смотря что происходит. Ведь те люди, которые играют в гуманизм, именно играют в гуманизм, я не про гуманистический подход, я про тех, кто пытается на этом какие-то баллы себе набрать, они врут, потому что, еще раз говорю, что такое родственнику зависимого предложить, приложить все усилия, чтобы спасти зависимого, это налить ему рюмку, какую рюмку, это я щекотки подарить алкоголю, вот что это такое, то есть предложить, давайте-ка мы с вами, сейчас потрудимся вместе, его спасем и так далее, это предложение человека употреблять, это предложение человеку болеть своей болезнью еще, поэтому подавляющее большинство родственников зависимого, с которым мы взаимодействуем, им первым делом действительно надо сказать, отстаньте от него нахрен, пусть живет свою жизнь, как хочет, где хочет, с кем хочет, это его жизнь, и когда они говорят, а он же употребляет, то ответом им может быть только одно, а он имеет право употреблять, и это не ваше собачье дело, что он употребляет, а вот в ответ на это они нам говорят, но он же у меня деньги берет, о, а вот тут мы пришли к проблеме, к проблеме вашей, а не его, потому что это вы позволяете ему пройти, это вы кладете так в кошелек, это вы открываете ему дверь, это вы не пишете на него заявление в полицию, это уже делаете вы, и вот это уже ваша проблема, и вот с ней-то как раз давайте-ка мы и поработаем, вот пусть он живет так, как он хочет, поэтому когда вот люди играют в этот гуманизм, они говорят о каком-то там 0,10% из тех родственников, зависимых, которые существуют, которым действительно можно сказать, а давайте действительно потрудимся, почему я говорю, что, например, большинству людей, обращающихся ко мне за интервенцией, я обоснованно отказываю, мы консультируемся, и я им объясняю, почему им не надо делать интервенцию, а надо заняться собой, я им действительно это показываю, и они соглашаются с этим, а что касается закрыть дверь, это действительно тезис, как сказать там, ну, наверное, давлеющий, когда мама зависимого говорит, что же мне, совсем ему ничего не говорить, вот подавляющему большинству, 99 и 90 родственникам зависимых, можно сказать, да, вообще ничего не говори, просто закрой свой рот, отстань от него, набери в рот воды, и ходи мимо него вообще с закрытым дом всегда, но подавляющему большинству, действительно, вот такая рекомендация, она лучше всего, и когда они говорят, а если я, вот, он же может там покинуть, им действительно надо говорить, что да, отстань, слушай, они, например, вот говорят многие, да, что же это получается, вы вот здесь рекомендуете, значит, отказаться от всякого воздействия на него, что же я тогда стану такая равнодушная, я им обычно говорю, ой, не бойтесь, слушайте, вам до того, чтобы стать равнодушной, как до Китая еще, чесать и чесать, вы тут пока научитесь хоть немного, хотя бы там 10% из своей головы мысли о нем убирать, вот, и думать о себе, пройдут годы, вот, поэтому, знаете, уж вы-то можете не бояться стать равнодушными, вам бы перестать постоянно залезать внутрь него, и заглядывать, что там у него происходит, и поэтому, что касается закрыть дверь перед ним, и пусть живет в коробке из-под телевизора, вопрос-то очень простой, какова правда жизнь, ему 34 года, он не хочет работать, он живет у нас дома, и жрет из нашего холодильника, и спит на нашем диване, вот это все надо убрать нахрен, из его жизни, чтобы он, может быть, получил шанс выше, потому что вот это все, это яд в его жизни, прямо настоящая смерть, высыпите ему стряхнин в еду каждый день, убирайте это, и это, да, это очень частая история, что вот в такой ситуации совершенно точно можно сказать, да, закройте дверь, после чего закройте дверь, после того, как сядете, накройте стол, нальете чаю, поставите плюшки, попьете с сыном чая, и скажите, Вася, у тебя есть болезнь зависимости, ты можешь думать на этот счет все, что получишь, но мы уверены, что у тебя это болезнь, вот, мы не собираемся с тобой на эту тему спорить, не собираемся тебя заставлять что-то делать, не собираемся требовать от тебя, чтобы ты поменял свой образ жизни, чтобы ты перестал употреблять, там, играть, еще что-то, это твое право, ты этим можешь заниматься, но не за наш счет, поэтому с сегодняшнего дня дверь нашего дома для тебя закрыта, и ты должен понимать и знать, что мы готовы тебе оказать помощь в реабилитации от вот этой проблемы, когда вопрос, и если ты поставишь вопрос, что ты готов решать проблему зависимости, пройти лечение, реабилитацию, вот, тогда мы готовы оказать тебе всемирную поддержку, а во всем остальном, до свидания, вот как это делается, и в таких ситуациях, когда полностью за их счет разрушает себя, да, закрыть дверь, пусть живет в коробке из-под телевизора, что эти гипергуманисты, путают одну штуку, вернее, не путают, а забывают и игнорируют, что им выгодно, родственникам зависим, им выгодно то, что происходит, это их употребление, потому что им это нужно, они от этого зависят, вот, поэтому сказать такому человеку, предложить, раз уж он ко мне обратился, раз уж мое экспертное мнение этого человека интересует, то сказать такому человеку, прекрати употреблять, вполне нормальные, как бы, для начала работы, да, а не сказать, ой, слушай, я такие способы употребления знаю, они гораздо интереснее, чем ты, давай мы еще вот так попробуем, вот так попробуем, ну, если говорить там про жену, которая хочет спасти мужа, это же, по сути, люди, которые, что, заместительную терапию предлагают, то есть зависимым мы предложим метадон с морфием, значит, а родственникам зависимых мы предложим, как интереснее управлять жизнью их зависимых, так получается, и жена, если ее один раз избил муж, ей просто надо уходить из этих отношений, абсолютно, если там совершенно понятно, что человек там больной зависимость, человек ее избил, все, никаких здесь дальше не может быть игр, и когда физически, географически человек отделился, начал отделяться уже в эмоциональном смысле, и если в этот момент зависимый обращается за помощью, то, конечно, можно и нужно помочь, конечно, всем, чем можно, если есть какой-то вариант с реабилитацией, то, конечно, можно и нужно сказать, слушай, я тебя люблю, я хотела бы, чтобы ты начал выздоравливать меня, вот, поэтому я очень поддержу тебя в варианте прохождения реабилитации, решай этот вопрос, едь, проходи реабилитацию, и когда ты ее пройдешь, мы вернемся к разговору о отношениях, я сама занимаюсь сейчас своими проблемами, своим выздоровлением, и очень хотела бы, чтобы ты занимался, пройдешь реабилитацию, мы вернемся к вопросу, о наших взаимоотношениях, а во время прохождения твоей реабилитации, я готова тоже в эту программу включиться, и там поработать, потому что с консультантом, с которым надо, с психологом и так далее, вот это была бы поддержка, вот, а если он говорит, я твердо решил, что я брошу пить, ну хорошо, бросай пить, спустя год трезвости, приходи, будем разговаривать, а не так, а не так, что ой, наконец-то, он решил бросить пить, надо поддержать это его замечательное, смелое решение, и сразу с детьми обратно, хоп, туда в квартиру, что тебе, блины, борщ, где, чего, как, носки постирать, то, сё, вот это абсолютно не помощь, это не помощь, помощь в том, чтобы он каждый день просыпаясь, помнил о последствиях своего употребления, просыпается один в постели, ага, последствия употребления, просыпается не одних чистых носов, ага, последствия употребления, и так далее, потому что это его трудный путь выздоровления, из которого в любой момент хочется скатиться, нужны тысячи сигналов, напоминающие о том, что, дружище, не надо скатываться, твоя жизнь, она вот-вот должна была ухнуть, и у тебя сейчас шанс есть её восстановить, но у него и так слишком много трудностей и соблазнований, и в этом смысле появление обратно всех родственников, возвращение всех отношений обратно, является абсолютно просто провоцирующим фактом на срыв. Когда мы говорим, что зависимый должен достигнуть дна, и родственник зависимый должен достигнуть дна, мы не говорим, что он должен валяться там на улице или где-то, мы говорим о том, что человек должен прийти к пониманию, что у него, а, есть проблема, б, эта проблема для него опасна, жизненно, смертельно опасна, и жизненно важно с этим что-то делать, и в, он сам бессилен с этим что-то делать. Вот эти три тезиса, вот эти три факта, когда в его жизнь приходят, вот это называется дно, мотивационный кризис. Когда мы говорим, человеку нужно достигнуть дна, мы имеем в виду только это, что человек должен вот эти три факта признать. А как это будет выглядеть на практике, абсолютно непонятно. Мы не говорим, никого бросать, не говорим, никому докатываться до чего-то ужасного. Продолжение следует...